Во-первых, чем вызвана эта инициатива, какой необходимостью, как мы считаем. За последнее время, последние несколько лет, представители правящей партии, правящего режима очень серьезно исправляют выборы вообще, избирательное законодательство в частности. Я думаю, что каждый взрослый человек в стране уже помнит голосование на пеньках, голосование трехдневное, дистанционное, электронное голосование, которое все больше и больше вводит в обиход в то время выборов. Это все приводит к тому, что выборы и раньше достаточно серьезно фальсифицировались. Мы много раз за руку ловили представителей участковых комиссий, председателей за то, что они мухлевали. А сейчас это превращается вообще в любые выборы, в такую технологию, где выборов нет вообще. Поэтому мы собрали все предложения, которые были с мест со всей стороны, от наших специалистов по выбору. Мы же контролеры, контролируем выборы. И местные, и муниципальные, и федеральные, ежегодные. То есть у нас специалистов из точки зрения контроля и предложений достаточно много. И мы их собрали за единственное предложение по избирательному кодексу, для того, чтобы вообще выборы привести хотя бы законодательно, в какой-то процесс, который бы был хотя бы минимально демократичным. Понятно, что мухлевали, и будут стараться мухлевать, даже если законодательство будет достаточно определённо. Но то, что сейчас по поводу выборов исправлений, это и досрочка, и те, о которых я уже говорил, изменения, это повторяется, превращает в любую выбору, просто технологию, и в фаз, где нет ничего, то есть, зрение сути с одних выборов, что кто-то, люди, народ, который у нас по Конституции обладает всей информацией власти, избирает людей, которые достойно считают от народа, превративаются в тех технологиях. Мы понимаем, что правящий режим и правящая партия сразу там сходность не пойдёт, но все-таки изменения нет, потому что для них это смерти подобно, потому что если выборы останутся демократичными, безо всякой фальтификации, сразу станет понятно, что какая правящая партия с дорогой переверяется. Но мы уже сформулировали задачу, будем добиваться постепенно, как за кадром.